У меня многие люди спрашивают Пятый это том или не пятый То есть их интересует Закончил я свою серию или не закончил Дело в том, что вот этот том, который у меня лежит здесь Сияние высших богов и кромешники Он такое имеет название Это параллельная книга с пятым томом Почему параллельная? Потому что пятый том сейчас находится еще в суровом состоянии И с ним надо работать и работать А эта книга, эта часть пятого тома Но она полностью посвящена информационным технологиям Дело в том, что все, что мы имеем сейчас, в настоящее время И в промышленности, и в сельском хозяйстве И в нашей психологии И в культуре То есть все, что вот вся планета наша Она охвачена одной стихией Стихия, это называется библейский проект Или библейская концепция Можно называть и так, и так Ну, проект это как-то более понятно Более близко Например, вот мне И людям, которые со мной рядом Поэтому, чтобы понять, как воздействует информация на генетику человека Ведь у нас как считается? У нас считается так, что Можно человеку внушить что-то Можно, значит, человека разуверить в чем-то Можно изменить человека Используя сугестию То есть мощное информационное давление И никто не задумывается А как этот процесс проходит по генетике То есть по самому глубинному И самому сакральному, что мы имеем Дело в том, что Вот в рамках библейского проекта Все предусмотрено В пятикнижии там есть такие вещи Которые, собственно, современному ученому Современному психологу Еще далеко-далеко непонятны Потому что они исходят Из более древней цивилизации Которая предшествовала нашей Вот почему здесь и в книге написано Вот кромешники Вот эти твари Или, будем так говорить Не совсем люди У них облик человеческий Но внутреннее содержание Далеко не наше Вот они Здесь названы у меня кромешниками Чтобы было понятно Тут, хотя здесь названия у меня Варьируют Я их иногда называю еще иллюминатами То есть первый слой Первый уровень иллюминатов Есть второй Первый это древние иллюминаты Гибридная раса Которая появилась на земле Вот Много тысяч лет назад А вторая Это иллюминаты Вайсхаупта Которые были сделаны Или созданы Для прикрытия Вот этой первой группы Здесь в этой книге Все об этом Неплохо сказано Но вот лучше Их называть кромешниками Потому что Чтобы не путать С иллюминатами 18 века Современными Которые тоже заняты Той же самой Разрушительной работой Но они И созданы Для Того Чтобы их видели Чтобы их Так сказать Кто-то ругал Кто-то на них Равнялся Короче говоря Они на виду Это Ложная цель А основная группа Тут они названы у меня По-другому Вот Она именно самая страшная Так вот Эта группа Вот Эта самая О которой здесь Я говорю Вот То что называется Кромешники Они И создали То есть Они выработали В свое время Технологию Разрушения нашей генетики С помощью Вброшенной Информации То есть Информация Так Выстраивается Наполняется Особой Энергией Вот Энергией Которую Даже Мы Вот Люди Ее не чувствуем Получается Так что Есть такие Тонкие вещи Как например Вера Во что-то Или например Воля Вот до сих пор Энергия воли Она непонятна Энергия веры Непонятна То есть Наша физика Она отказывается Дать точное определение Того и другому Но психофизика Древних Об этом хорошо знала Эти вот Твари Или будем так говорить Как тут написано У меня Кромешники Они как раз И пользуются Древним знанием Вот И Очень хорошо Придумали Технологию Для разрушения Нашего генетического Кода То есть Что получается Получается Что человек Сам того не подозревая Перестраивает Свою генетику Полностью Под ложную Информацию Ту информацию Которую Вбрасывают В него Он ее принимает Начинает Берет на веру И у него Не просто Психика Приспосабливается К этой информации Он ее принимает Так сказать Сознанием Своей нервной системы У него В каждой клетке Перестройка идет В каждой клетке Даже Клетки Костной ткани Они Перестраиваются Под Вот эту Ложную Концепцию Которую Мы Воткнули Которую Мы Вбили Буквально Кувалдой В голову И вот Здесь Как раз В этой книге Написано Как этот Процесс Идет Я Честно Скажу Что Долго ждал От Горяева Что Горяев Этот процесс Опишет И даст Точные рекомендации Как Можно бороться Вот с этой бедой Ну так Я не дождался Очевидно Этот ученый Он великолепный теоретик Умница Это гений Это гордость Нашего народа Но очевидно Он Просто у него руки не дошли Вот до этих вот вещей Хотя Хотя конечно надо было Это все сделать И мне пришлось Мне пришлось В этой книге Кратко И понятно Описать Как этот процесс идет То есть Здесь у меня В этой книге Дано Два процесса Первый процесс Как разрушается Полностью Перестраивается Генетика Вот именно То что называется Вот В современной Генетике Говорят что У нас всего Один процент Так сказать Вот Генокода Он Известен Науке А все остальное Так называемые Мусорные гены Так вот Мусорные гены Как раз Горяев Абсолютно Здесь прав Он Умница Вот Они отвечают За поведение Они отвечают За наше поведение Вот в социуме И Это самое главное Что есть ДНК Так вот Как вот этот вот Столб 99% Так называемых Мусорных генов Ведет себя Когда В него попадает Какая-то информация Тут Идут Перестройки Генетические Перестройки И во что Мы превращаемся Когда они Проходят Вот Все это У меня Подробно Описано В этой книге Но пусть Люди Не Они приходят В ужас Дело в том Что Как Разрушить Генетику Можно До основания Можно сделать так Что ты станешь Вообще Ненормальным Человеком Фактически Фанатиком Вот Кстати Все фанатики Именно такие Вот Взять Религиозных Фанатиков Наших Сектантов Взять Саентологов Взять Кого угодно То есть Взять Тех же Ваххабитов Это Это все Одно Это Везде Одна и Та же Беда В рамках Общего Библейского Проекта Но Я написал И другую Вечь Как Может Человек Выйти Из этого Состояния Когда он Начает Понимать Что у него С головой Что-то Не так Что у него Что-то Изменилось И он Действительно Въехал Куда-то Не туда И Если Человек Осознает Где-то Внутренним Своим Чутьем Что он Не тот У многих Опускаются Руки Они И считают Что Все Это Конец Это Уже Нет Выхода Ничего Подобного Если Человек Захочет Он Может Выйти Снова Выйти На тот Уровень На котором Он Находился То есть Изменить Себя Полностью У меня Первый Случай Когда Человек Разрушается Полностью Доходит До состояния Автомата Биоробота И второй Случай Когда Из автомата Биоробота Строится Нормальный Человек То есть Восстанавливается Полностью Генная Система То есть Генокод Это И тот И другой Случай У меня В этой Книге Неплохо Даны Поэтому Люди Могут И использовать Как Учебник С одной Стороны Они Они Поймут Что с ними Произошло Почему Они стали Такими Почему Стали Сверх Жадные Почему Стали Сверх Эгоистичные Почему Они Верят В такое Во что Верить Никак Нельзя То есть Масса Вещей Которые Которыми Мы Грешим Все Вот Здесь Почему Потому что Был человек Один Вот В молодости Он один А потом Он меняется И до такой Степени Что Совершенно Неузнаваем Становится Под воздействием Информационного Давления И Как Может Человек Потом Поняв Куда Он Въехал Куда Он Попал Выйти Из этого Состояния То есть Это Учебник Я считаю Что Он Написан Неплохо И Он Очень Нужен И Плюс Ко Всему Что В этой Книге У Меня Здесь Кроме Вот Кроме Информационных Технологий Здесь У Меня Которые Именно Касаются Генетики Нашей Здесь У Меня Даны Технологии Как 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 Все Нам Вбрасывают То Есть Тайные Вещи Которые Закрыты От Нас За Семью Печатями Вот Мы Только Что Знаем Мы Нас Познакомили С 25 Кадром Ну Что Такой 25 Кадр Это Это Смешно Это Примерно Технология 18 Века Хотя Конечно Я Немножко Утрирую Не 18 Но Это Старье Которое Надо Забыть Сейчас Такие Технологии Разработаны Воздействие На Нашу Психику От Которых Когда Ты Начинаешь Понимать Что Это Волос Встает Дыбом Потому Что Куда Бы Мы Несунулись Везде Такая Беда Везде Вот Мы Недавно Побывали В Германии Посмотрели И так Интересно У нас Вся Россия Завешена Сплошной Рекламой Куда В любую Деревню Везде Реклама Город Вообще Сплошь Одна Реклама Включаешь Дебилизатор Или Телевизор Как они Ну вот На западе Его называют Дебилизатором И наверное Нам надо Так Называть Там Сплошная Реклама Дети Бедные В эту Рекламу Глаза Пялят И Кричат От Восторга Непонятно Почему А вот В Германии Например В Бельгии Голландии В той же Британии Нет нигде Никакой Рекламы Есть только Одни Объявления И объявления Вот то 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 Заведение Все Больше Ничего В чем же Дело Да потому Что там Сломанные Люди У нас До сих Пор Наша Мощная Генетика Наша Мощная Природа Продолжает Сопротивление То есть Поэтому Вся Эта реклама Именно Нацелена Она Имеет Двойное Тройное Дно Реклама Значит А то Что мы Видим Это Совсем Не То Надо Понимать Что За Завидимым Вот этим Вот Контуром Существует Другой Контур Совершенно Другой Там Другие Частоты И все Это Считывается Нашим Подсознанием И уходит В глубины Вот Но Вот какое Дело На западе Очень хорошо Знают Эти друзья Приятеля Которых Я называю Кромешники Я их так Называю Просто Какие они Друзья Это Мерзавцы Это Конечно Чудовище Живущие Среди Нас Вот Они Хорошо Понимают Кто Мы Ведь Наш Народ Наш Народ Является Ядром Белой Расы Сейчас Американские Американские Специалисты Американские Генетики Доказали Всему Миру Работая Здесь В России Немного Немало Целое Десятилетие Что Европа Была Заселена Из Восточной Вся Европа Западная Была Заселена С Также Был Заселен Иран Индия Что Русские Люди Это Имеет Гоплогруппу Р1 А1 80% По городам И даже 90% На севере А нигде Ни в Европе Ни в Иране Ни в Индии Такого процента Нет Получается Что Мы Русские Заселили И Западную Европу И Юг Азии То есть Наша Цивилизация Или наша Раса Славянская Или будем так говорить Русская Раса Она очень древняя И она расселилась На огромные просторы Так вот Как раз Гоплогруппа Р1 А1 Она Именно так устроена Что Менее Все Поддается Воздействию Воздействию Информационного Вот этого Пресса И Поэтому До сих пор Вот и это будет продолжаться Наверное не одно десятилетие Еще это все впереди И все эти вот Рекламные щиты Работа Дебилизатора Работа Печатных станков Которые печатают Всякую дрянь Столько дряни Невозможно Берешь Заходишь в журналы Их невозможно читать С этих журналов Кодировки Сплошные кодировки Идут На разложение детей Женщин Даже на разложение Наших стариков Все это Настолько страшно Вот Но мы этого пока Не воспринимаем Потому что Даже на нас Это не очень влияет Нас пока Спасает наша Мощная генетика Но Понимаете Вода Точит камень Вода Точит камень И когда-нибудь Рухнет И наша Природа Русская природа Упорная Крепкая Которая Продолжает Удерживать Нас В рамках Именно Человека Нормального Человека Которая Какой должен быть Сохранение Семьи Тут Сохранение Ценностей Традиционных Все это Это до сих пор С нами И нас пока Трудно разрушить В этой книге У меня как раз Об этом все И сказано И я кратко Я очень кратко Написал здесь Технологии Я не стал касаться Технологии Как из нас делают Наркоманов Как из нас делают Пьяниц Я этого Этого не стал Касаться Потому что Это слишком много Понимаете Если бы я написал Все это В пятой своей книге Серии То эта книга Была бы с Библией Она и так огромная У меня Это часть Пятой книги Она посвящена Только информационным Технологиям Субтитры создавал DimaTorzok